Всем привет! Канал Кибербол подготовил для вас свежий выпуск новостей FIFA 22. И, конечно же, его главной темой станет создание Суперлиги, которое не могло не коснуться и мира футбольных симуляторов. О том, как это повлияет на футсимы и о других новостях, поговорим в этом выпуске. А вам предлагаем обсудить в комментариях, как относитесь к появлению Суперлиги вы. Итак, начинаем с самой горячей новости, которая касается Суперлиги и будущего клуба, которые в нее войдут в FIFA. Аналитики авторитетного игрового портала IGN поделились инсайдом, что все клубы, которые войдут в Суперлигу, не появятся в FIFA 22. Причина этому станет то, что большинство из них становилось частью симулятора от EA благодаря сотрудничеству с FIFA. Но из-за конфликтной ситуации сотрудничество команды футбольных властей может быть разорвано, и со всеми придется договариваться в индивидуальном порядке, что будет стоить очень и очень немалых денег. Более того, уже сейчас в сети стали появляться фанатские петиции с требованием исключить клубы, создающие Суперлигу уже из текущих версий всех футсимов. Таким образом, фанаты футбольных симуляторов пытаются высказать свой протест против обрушения существующей футбольной системы. По мнению экспертов, не исключен вариант показательного удаления этих команд от EA. Таким образом, они попробуют скрыть проблематичность в переговорах и дополнительных вложениях, показав вместе с этим свою якобы твердую и решительную позицию. Тем временем, инсайдеры стали распространять в сети информацию о том, что этим конфликтом попытаются воспользоваться в Konami, с целью заполучить лицензию на Суперлигу у себя и таким образом нанести сильнейший удар по FIFA 22. Уже сейчас у Konami есть персональное соглашение с Ювентусом и Мьюи Барселоной. Воспользоваться опытом переговоров с этими грандами японские разработчики вполне могут и для получения остальных лицензий. Создатели PES никогда не жадничали, заключая персональные контракты с топ-клубами. В общем, как видим, Суперлига может навсегда изменить не только соотношение сил в мировом футболе, но и ощутимо повлияет на футбольные симуляторы. Появилась информация об официальной презентации FIFA 22. Следующая выставка EA Play состоится 13 июня. Именно там разработчики впервые расскажут о новых частях своих спортивных симуляторов, среди которых, конечно же, нашлось место и FIFA 22. А FIFA планируют рассказать во второй день выставки. Вероятнее всего, там нам покажут первый трейлер и поделятся какими-то важными деталями, на которые будут делать ставку в процессе пиара новой части игры. Также планируется интервью с разработчиками, на котором они приоткроют некоторые особенности новой части. Ожидается, что FIFA 22 станет последней переходной частью на пути от старого поколения приставок к новому. Такая позиция может означать лишь одно. Изменения будут, но как всегда, не радикальные. Хотя как же хотелось бы, чтобы с серией наконец-то произошло что-то поистине революционное и качественное. И в продолжение предыдущей новости расскажем об еще одном интересном слухе. В сети появилась информация о новом движке, который может появиться в FIFA 22. Вот только назвать этот движок новым можно лишь с большой натяжкой. Речь идет о четвертом поколении движка Frostbite, на котором и созданы последние несколько частей FIFA. Сообщается, что новая версия Frostbite имеет значительно более мощные вычислительные возможности, и тем самым он снизит скорость загрузки и позволит идеально раскрыть потенциал консолей нового поколения. А новостей на сегодня больше нет, но мы хотим порекомендовать вам заценить крутой ролик о звезде с обложки FIFA 21 Киллиан Мбаппе. Канал Галактика выкатил 33 факта о форварде PSG, которые вы могли не знать. Контент вышел очень годным, ссылочки мы оставим в описании, подсказке и конечной заставке. Переходите, смотрите и подписывайтесь. А на сегодня все, всем спасибо за просмотр и до скорого!